МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире события дня в студии Кристины Леонова. Здравствуйте! Как всегда, расскажем вам о ключевых новостях Курской области. Сделать проезд комфортным и доступным по Курским маршрутам следует 15 троллейбусов, оснащенные системой навигации для слабовидящих. Как это работает, узнала Анастасия Давыдова. 101 новый житель появился на свет в Курском областном перинатальном центре в первой декаде 2024-го. С малышами и их родителями познакомилась Ирина Валерьева. Молоко, кефир, творог и биолакт. Кисломолочные продукты понравил всем малышам. Как родителям получить вкусное, а главное, экологически чистое питание для малышей до двух лет, узнала Екатерина Илюхина. В регионе продолжается реализация масштабной транспортной реформы. Одно из ее преимуществ – формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, система «Говорящий город» помогает ориентироваться слабовидящим людям. Ею оснащены 15 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Подробности в сюжете Анастасии Давыдовой. Уже почти год по улицам областного центра следуют зеленые адмиралы. Они способны проехать на автономном ходу более 20 километров. Салон рассчитан на 85 человек. Оплата проезда осуществляется с помощью валидаторов. Но главная особенность троллейбусов, отличающая их от всех остальных видов транспорта, поступивших в Курск, – система «Говорящий город». Как она работает, нам рассказал и показал Анатолий Асташов. Он – инвалид по зрению. Затем подтверждаем в приложении конкретный маршрут. Тогда при открытии дверей троллейбус издает звуковой сигнал, который помогает слабовидящим сориентироваться, где находится дверь. С этим приложением, с этим оборудованием очень удобно пользоваться. То есть это и информация, что пришло транспортное средство, и направление движения задают. Немаловажно, что звуковым сигналом дается направление движения. Куда нам следовать. И если заметили, то звуковой маячок стоит строго по центру дверей. То есть я могу идти на дверь, и я точно попаду в дверной проем. Система «Говорящий город» для Курской области – новшество. Ее внедрили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В целом реализация транспортной реформы в регионе продолжается. В этом году планируется запуск новых трамваев. А уже действующую маршрутную сеть ожидают корректировки для комфорта пассажиров и водителей. В планах на 2024 год и последующие годы мы планируем также внимательно изучать все аналитические данные, которые на сегодняшний день имеем, о транспортных потоках. И в дальнейшем будем постепенно также улучшать общественные транспортные путем увеличения объема транспортной работы, единисетника, дополнительные маршруты. Безусловно, еще есть те пробелы, которые нужно решить. Основной из них пробелок – это отсутствие полного количества водительского состава. Кстати, реализацию транспортной реформы в нашем регионе оценили на федеральном уровне. Заместитель председателя общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов отметил, что Курск сделал наибольший рывок по сравнению с другими городами. Эксперт посещал Соловьиный край в июле 23-го. Анастасия Давыдова, Сергей Гридунов. События дня. Президент Владимир Путин объявил 2024 годом семьи. Особое внимание планируют уделить демографической политике. Соловьиному краю первая декада января подарила уже больше ста новых жителей. Только в областном перинатальном центре на свет появились 59 мальчиков и 42 девочки. С малышами и их родителями познакомилась наша съемочная группа. Аккуратней, не бойтесь. Поздравляем вас. Приходите еще. Чудеса на Рождество. 7 января в семье Антоновых появилась долгожданная дочка Варвара. Вес 3 килограмма, рост 53 сантиметра. Ребенок у нас запланированный. Ждали мы его очень долго, 10 лет. И вот под Новый год к нам вот такое вот чудо. Очень долго мы ждали ребенка. Очень счастлив, очень рад. Только положительные эмоции. Очень довольны мы с ребенком, с первым. Ксения Ефанова тоже стала дважды мамой в Рождество. Имя малышу женщина выбирала очень тщательно. Очень долго думали над именем. С мужем советовались. Муж говорит родиться, потом назовем. Но все-таки мама решила первое. Я думала тоже очень долго. И как-то неудобно. Сынок, 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 сынок. Решила, что будет Матвей. И еще родились мы в честь такого праздничный день. И перевод у имени тоже. Божий человек. Поэтому все совпало. Первая встреча с ребенком всегда волнительная и запоминающаяся события, уверены медики. В перинатальном центре созданы все условия для комфортного пребывания мам и малышей. Для последних, кстати, даже приготовили новогодние наряды. Эти прелестные чудесные конвертики подшиты силами наших медицинских сестричек. И в эти конвертики вложена любовь, забота, внимание, нежность и ласка. В прошлом году в перинатальном центре родились более 4 тысяч младенцев. Из них 89 двоин, одна тройня. 209 малышей появились на свет с помощью процедуры ЭКО. Ирина Валерьева, Максим Леонов. События дня. 3870 маленьких курян получили бесплатное питание в 2023 году. Молочная кухня радует жителей областного центра проверенной продукцией без добавок и консервантов уже более 40 лет. За качеством следят с помощью собственной лаборатории. А еще этот проект у города Курска стал одним из номинантов президентской премии служения. Без добавок и консервантов. Главные преимущества продукции молочной кухни. Ежедневно около 400 малышей получают молоко, кефир и творог на бесплатной основе в 9 раздаточных пунктах города Курска. Екатерина Шеломицкая бывает здесь регулярно. Получаю уже не первый год. Очень мы довольны. Вкусно. И все. Ребенок ест с удовольствием. Нам творожок, кефирчик, молочко. Все здесь очень нравится. Молочная кухня бесплатно выдает питание детям до двух лет из малоимущих и семей, в которых одновременно родились трое и более детей. В перечень льготников вошли также дети-инвалиды и дети-участников СВО. А остальные желающие полакомиться качественной продукцией могут ее приобрести. Например, Арсению не нравится продукция, которую мы покупаем в магазине. Зато вот у девочек с удовольствием все ест и даже добавку просит. Вот какие щеки отрастили на молочной кухне. За качеством продукции тщательно следят в собственной лаборатории. Тут будет показываться жирность, белок, плотность, температура, добавление воды. Если молоко будет не соответствовать показателям, мы его будем отправлять обратно на молокозавод. Молоко и кефир выдают в 200-граммовой стеклянной таре. Творог фасуют в пергамент. Для детей от 7 месяцев до 2 лет предусмотрена суточная норма в 50 граммов. Для 6-месячных малышей – 25. Качество нашей продукции подтверждается ежеквартальными исследованиями в центре гигиены, которые мы проводим. И кроме того, вся наша продукция имеет свидетельство о государственной регистрации. То есть мы всю нашу продукцию возили на исследования в независимую лабораторию в Москву, получили положительные протоколы исследований и можем точно сказать, что наша продукция стерильная, полезная и вкусная. Чтобы оформить бесплатное питание для детей до 2 лет, необходимо обратиться в МФЦ или в Комитет соцзащиты. А еще теперь прямо на молочной кухне родители будут информировать о дополнительных мерах поддержки. Когда сюда приходит впервые или новая семья, сотрудники начинают беседовать, рассказывают, а кто вы, как, какими льготами пользуетесь, рассказывают, что вообще для них предусмотрено, куда пойти. Составляется индивидуальная семейная карта, по которой мама может пойти и уже более качественно, быстро получить услугу. А еще курский проект «Молочная кухня» вошел в топ-100 Всероссийской премии служения, которую инициировал президент Владимир Путин. Всего на конкурс поступило более 19 тысяч заявок. Сейчас проходит этап народного голосования. Поддержать курскую инициативу можно на портале премияслужения.рф до 14 января. Екатерина Илюхина, Геннадий Воробьев, События дня. Накормить и обогреть. Дважды в неделю курские волонтеры группы помощи проводят благотворительные обеды для бездомных. В морозы люди нуждаются в горячем питании особенно остро. Очередная акция прошла 10 января в железнодорожном округе. Волонтеры группы помощи бездомным и нуждающимся стараются помочь каждому, кто попал в трудную ситуацию. Здесь у ЖД вокзала неравнодушные куряне провели уже более 500 благотворительных обедов. Зимой приезжают дважды в неделю, по средам и воскресеньям. С собой стараются привезти медикаменты и теплую одежду. За каждой судьбой такого человека стоит какой-то такой сложный период в жизни, когда человек надломился, не смог выбраться. Где-то кого-то обманули родственники с жильем, кто-то потерял близких. Утраты родных и одиночества привели на улицу и Татьяну Пенькову. Единственным утешением для нее стала любовь. Татьяна и Игорь вместе уже более 10 лет. Мы снимали квартиру, но потом нас оттуда сказали. Там же хозяин был, но мы ему денежку платили, хозяин умер. Часто ему небесное. И нам сказали до свидания. Хотя мы там тоже прожили года три. Игорь Стебеньков родом из Челябинска. В поисках лучшей жизни мужчина побывала в разных городах. Интернат, спешкола. После спешколы дали паспорт. И, как говорится, до свидания. Все. Вышел, выстрелился там, на завод работал. На заводе не платили. Какое-то время поработал. Ну, там получился инцидент с малолетками, которые только пришли работать тоже. Ну, пришлось уехать. Просто случайно в Курск приехал, по дороге познакомился. Вот так здесь и осталось. Помочь паре изменить жизнь предложил губернатор Роман Старовойт. 10 января глава региона посетил очередной благотворительный обед и передал волонтерам почти 335 килограммов продуктов. Мы готовы помочь вам восстановить документы, устроить на работу. Но прописки нету. Прописку сделаем. Где? Мы все сделаем. В Курске. И устроим на работу. Если нет образования, мы готовы обучить. Жилье на работу устроим, общежитие готовы дать. У нас больше 10 тысяч вакансий. Чтобы помочь найти работу и восстановить документы, вместе с волонтерами на благотворительной акции работали юристы и мобильный кадровый центр. Мы на постоянной основе обмениваемся информацией с директором группы. В случае возникновения со стороны лица каких-либо желаний по трудоустройству, мы адресно с каждым прорабатываем этот вопрос, консультируем о наличии вакансий, можем провести профориентацию, социальную ориентацию. Кроме того, в регионе открыт Центр социальной адаптации «Мельница». Здесь люди без определенного места жительства и попавшие в трудную жизненную ситуацию могут обрести временное жилье на срок от 3 до 6 месяцев. Специалисты Центра при необходимости окажут квалифицированную помощь в восстановлении документов, оформлении инвалидности и пенсионного обеспечения. Надежда Польшевского, Анастасия Черкова, События дня. В Курске стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. В состязаниях по 22 предметам примут участие более 2000 учеников. 10 января некоторые из них уже проверили свои знания по французскому языку. В региональном этапе свои силы пробуют учащиеся с 9 по 11 класс. Среди них Дарья Орлова. На Олимпиаде по французскому языку она уже в третий раз. И хотя выйти на всероссийский уровень до этого ей не удавалось, школьница не сдается и продолжает усердно заниматься. Смотрю фильмы в оригинале, люблю музыку на другом языке, слушать, читать книги на французском тоже интересно. История привлекает Франции. Сейчас читаю историческую книгу по истории Франции. Интересно просто. На другом языке и историю другой страны, не только России. Традиционно Олимпиады по иностранному языку проходят в два этапа – письменный и устный. Французские выбрали 22 ученика, другие предметы еще впереди. Испытания будут проходить до конца февраля. Олимпиады состоятся как здесь, в Центре поддержки одаренных детей «Успех», так и на площадках ведущих вузов региона. Победители отправятся на всероссийский этап. В первую очередь все призеры-победители будут включены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающие способности. Что же это дает? В первую очередь это дает возможность получать премии и стипендии в зависимости от того достижения, которое ребенок проявит. Также это дает при ференции дополнительные баллы при поступлении в региональные вузы и вузы других регионов. А при поступлении в профильный вуз по предмету, в котором школьнику удалось преуспеть на Олимпиаде, можно и вовсе обойтись без вступительных экзаменов. Надежда Польшева, Алексей Еременко. События дня. О происшествиях. Нападение на таксиста и погоня за автобусом, на котором злоумышленник попытался скрыться. В Курске по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Оказалось, что ранее налетчик уже не раз бывал в местах лишения свободы и освободился несколько месяцев назад. О нападении неадекватного пассажира в полицию заявил водитель такси. Мужчина приехал на вызов в железнодорожный округ. В машину сели двое нетрезвых людей. От них разило спиртным. И я попросил выйти из автомобиля, сказал, что я никуда их не повезу. Они долго не выходили. А затем, когда я подошел к двери, открыл дверь, мужчина нанес мне два удара в лицо. На этом конфликт исчерпан не был. Мужчина схватил телефон водителя и убежал. Скрыться с места преступления он попытался на автобусе. А вы что делали в этот момент? Сделали свой пост. На заднем сиденье? На заднем сиденье? Да. А в дальнейшем ваш знакомый что сделал? Взял телефон у водителя? Ну, видимо, знаю. У меня просто я участвую из машины. А это кадры погони. Ориентировку на автобус, в который сел фигурант, передали всем нарядам полиции. Два экипажа ДПС заметили транспорт на улице Карла Маркса и заблокировали его. Налетчика задержали. Как его телефон оказался у вас? Ну, может, он забыл. А у вас в кармане он его забыл или что? Я не знаю, он просто валялся за телефон. Следователями железнодорожного отдела полиции в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело. Принято решение о заключении его под стражу. За совершение грабежа с применением насилия рецидивисту грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 7 лет. Свою вину подозреваемый в грабеже признал частично. Произвожу конфликт с водителем такси. Это случайно забрал у него телевизор. Случайно. Как это случайно? Ну, не знаю, на эмоциях, наверное. Погрузиться в далекое прошлое нашей планеты. В Курской библиотеке имени Асеева палеонтолог Владимир Корой рассказал, как развивалась жизнь на Земле и какие существа населяли нашу страну в разные эры и периоды. С чего все началось и какие доисторические чудовища обитали на территории Черноземья. Расскажем в следующем сюжете. А жили вот такие вот невероятно огромные, так скажем, мощные топиноцефалы. Топиноцефалы, мелозавры, ихтиозавры, плезиозавры. Кажется, что этих угрожающих гигантов, живших когда-то на нашей Земле, можно встретить только в страшном сне. Однако останки организмов древних чудовищ можно найти и сегодня. Например, прогуливаясь по родному соловьиному краю. Так в самом Курске палеонтологи нашли часть позвонка молодого плезиозавра. С 2022 года это, как бы сказать, топовая находка. Потому что, во-первых, найден в самом городе. Во-вторых, это плезиозавр, чьи находки, в принципе, достаточно редки. Да, это такая вот змея, продетая сквозь черепаху, короткошейная, длинная. Но это был молодой плезиозавр, метра, наверное, 3-4 длиной. Для слушателей также организовали уникальную выставку палеонтологических находок. Зуб акулы, фрагмент бивня мамонта, раковина грифея. Все можно было потрогать и внимательно рассмотреть. По редким экспонатам можно понять, кто населял территорию Черноземья, когда жизнь на планете только зарождалась. На выставке и в презентации представляют именно те вещи, которые нашли мои соратники, мои коллеги, моя команда. И я сам, да, за многие годы исследований, но и немалую часть со всей России, потому что одним Курским краем все не ограничивается. А динозавров, динозавров мы еще не нашли. Весной палеонтологи отправятся на поиски останков динозавров. По словам специалистов, в южной части Курской области можно найти родственников самого большого морского хищника Мегаладона. Юлия Сотникова, Антон Латышев, События дня. Курская Динамо в этом году стартовала с триумфа. На своем паркете «Белоголубые» переиграли омский «Нефтяник Титан». Команда Игоря Грачева лидировала в каждой четверти матча. Подробнее о встрече расскажет Михаил Агарков. На паркете «Динамо Курск» и омский «Нефтяник Титан». Обе команды успели отдохнуть и начали матч с отличным настроением. «Динамо» продемонстрировала болельщикам необычную стартовую пятерку. К ее постоянным единицам Торнтон, Шабановой и Репниковой присоединились «Штанько» и «Буровая». Розыгрыш мяча. Короткая атака оппонентов. И счет открывает «Нефтяник». Тут же контратакует «Динамо». Успешно. Перехват и мяч в корзину доставляет 35-й номер. Кайло Торнтон. Начало четверти играли на равных. Но ближе к концу оппонентки выдохлись и начали сильно пропускать. Такая тенденция прослеживалась до конца встречи. Итоговый счет первой четверти 29-16 в пользу «Динамовок». Гости тоже высоко оценили игру наших девчонок. Хочу поздравить «Динамокурс» с победой. Сегодня соперник был на голову сильнее нас. В первую очередь в командных взаимодействиях и в скорости игры и принятии решений. Поэтому, наверное, для нас сегодня, вернее, скажем так, мы не готовы оказались к такой скорости. Поэтому такой результат. Второй, третий и четвертый отрезки курянки доминировали, показывая высокий уровень игры в защите и нападении. Среди своих матч назвали блестящим возвращением Елизаветы Комаровой. После долгого отсутствия спортсменка не растеряла навыки. Напротив, получила звание самого ценного игрока. На ее счету 11 очков и две голевые передачи. Я очень соскучилась по игре, по болельщикам, по атмосфере этой всей. И очень рада вернуться. Была командная игра и защита командная. Все очень здорово. Всем все понравилось. Итог встречи 95-56. «Динамо» празднует победу. Главный тренер Игорь Грачев надеется, что хороший старт укрепит спортивный дух команды. Впереди еще много непростых игр. Я думаю, тот настрой и то настроение, которое сейчас у нас в этой игре, по крайней мере, я надеюсь, что у нас будет присутствовать и в последующих играх. Потому что график тяжелый, мы выезжаем, серьезный соперник, первая игра с Сыктывкаром. И как все сложится, так и пойдет дальше. Я надеюсь, что вот эта игра нам придаст уверенности и все будет хорошо. Уже в понедельник, 15 января, в 18.30 курянки сыграют в Сыктывкаре с местной командой Николу Залес. Это шанс вырваться на первое место в таблице. Сейчас «Динамо» с 30 очками из 32 возможных занимает вторую строчку турнирного рейтинга. Уступает только УГМК из Екатеринбурга. Михаил Агарков. События дня. А на этом у нас все. Больше новостей на сайте seiminfo.ru и в социальных сетях. Оставайтесь с нами в эфире и за его пределами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова